Так, включаю. Аллилуйя! Насляться уже идет. Слава Богу, слава Иисусу Христу, Спасителю нашему, Господу. Приветствую всех братьев, сестер, кто подключается ночью, ну уже не ночью, уже утро, уже. Уже утро. Вот, и у меня такие все ночные здесь такие проходят бдения, вот, и рано утром, вот я, значит, в 4 утра, 5 утра совершаю тоже там молитву о нуждах, вот, молюсь за людей, кто, вот, присылал уже свои вот эти, ну как бы, молитвенные такие нужды. О чем молиться? Вот, об исцелении, там, благословении, вот, семей во имя Иисуса Христа. Молюсь сейчас за своих детей тоже, вот, утром, там, ну, и вот в 6 утра вот как раз делаю прямое включение, в 6 утра делаю прямое включение как раз вот прямо вот с этой молитвы. Вот, а о детях молюсь сейчас, благодарю Бога тоже за ваши молитвы, благодарю Бога за, вот, молитвы за моих детей, за мою старшую дочь, вот, Анастасию и зятя моего Михаила. Я писал об этом и в прошлом году, и в начале этого года, вот, публикации делал, много публикаций. Те, кто не в курсе, вот, я вкратце расскажу, что, может, кто не читал, допустим, значит, в прошлом году была такая в нашей семье беда, значит, зять наш Михаил, он стал, ну, отступил, короче, отступил, я так понимаю, от истины. Он служитель, он из протестантской церкви, служитель, служил и работал, да, вот, миссионером, там, на севере, в таких экстремальных условиях, там, Мурманск, Никель, таких вот заполярий, короче, заполярий. Слава Богу. Вот, и, ну, герой, на самом деле, трудяга, герой, но вот, что-то произошло такое вот, и, оказавшись на юге, они там, ну, одним словом, он стал пить, гулять и, в общем-то, и избивать мою дочь, свою жену, вот, и это было очень такой тяжелой, тяжелым испытанием для меня, для отца, и вообще для нас, всей семьи нашей, вот, и, знаете, молились, конечно, за Михаила, потому что он заявлял, что он вообще отступил, значит, что вообще не хочет ничего слышать, даже больше о Боге, о Христе, но, слава Богу, по милости Господней, знаете ли, человек покаялся, вернулся, вот, и, по милости Господней, он прошел там реабилитации в Воронеже, в Туле, и, в общем-то, сейчас служит реабилитацией, сам, одним словом, сам помогает тоже другим людям реабилитироваться, восстановиться, слава Богу, вот, и сейчас они уже ждут уже, второго нашего внука, уже даст Бог внучку, ну, Господь благословит, и вот я молюсь тоже за них сегодня, молюсь за Михаила и за Анастасию, и за их сына, нашего внука первого, вот, и за, Господь даст, внука или внучку, но, скорее быть, внучку уже, вот, слава Богу, вот, так что, молюсь за деток, вот, и, и, и когда приходят сообщения с просьбами, там, молиться за детей, то я, как бы, я особенно это близко принимаю, я это понимаю, потому что, ну, сам, значит, как отец, и как дедушка уже, вот, я, значит, очень прекрасно понимаю этих людей, и с таким энтузиазмом всегда молюсь, наполнением духом святым, слава Богу, вот, и сегодня хлебопреломление тоже совершаю, как раз тоже вот, благодаря Бога за наши семьи, с детей, вот, за внуков, за благословение Его, Аллилуйя, вспоминая все милости Его, и благодарю Бога, а сегодня еще вот, пел псалом этот, ну, и вчера тоже вечером, правда, вечером я не делал включения, с вечерней молитвой, может, надо было все-таки включить, я думаю, ну, что есть, то есть, ладно, как было, так было уже, вот, я иногда вечером включаю, иногда не включаю, вот, утром я все время включаю, сейчас, последние два месяца, я каждое утро в шесть утра включаю эту трансляцию, и на протяжении всего сентября я имею возможности, такие технические, все, почему бы и нет, я по утрам включаюсь, по вечерам, не всегда бывает, я поздно вечером возвращаюсь, значит, или служение, или собрание, какой-то молитвы, там все, но Бог да усмотрит, и утренние вот эти молитвы я совершаю в трансляции с хлебопреломлением, тоже разъясняю, потому что это тоже вопросы есть, и у людей, смотрю, тоже вопросы, собственно, о хлебопреломлении, причастии в харистии, это тело и кровь Иисуса Христа, но знаете ли, за два тысячелетия, действительно, очень много в христианстве было, и споров, и есть сейчас споров много, много всяких, ну, откровений, много разных, ну, кому как открыто, допустим, Павел, допустим, он говорил, что ягод от самого Господа принял вообще, вот, что Господь Иисус в ту ночь, да, был предан, хотя его не было, конечно, физически там, в том собрании, значит, 12-ти, когда Иисус, да, Иешуа, он преломил хлеб, дал ученикам, взял чашу, после вечера тоже дал всем, и пить дал, и сказал, что это есть тело его, и кровь его, вот, Павел там не был, но он в молитве, я так понимаю, в общении с Богом, от самого Господа принял это, то есть, не просто он знал это из пересказов других апостолов, или учеников, учеников уже, вот, но он это знал, да, он знал это наверняка из пересказов тоже, в разных там, как бы, может, редакциях, версиях, потому что, даже одно происшествие, например, ДТП произошло, допустим, да, там и опросить несколько человек, к примеру, очевидцев, да, и каждый опишет ДТП по-своему, допустим, там, может, женщина-домохозяйка, которая никогда не сидела за рулем, она напишет это, опишет это по-своему, допустим, со своей колокольной, допустим, там, значит, опытный водитель, дальнобойщик, который там уже там уже всю жизнь за баранкой, он как бы опишет это по-другому, допустим, да, там третий человек, может, как-то по-третьему, то есть, ну, каждый, и Евангелие действительно передавались тогда из уст в уста, вот эти вот повествования, вот эти рассказы, вот, и Дух Святой, конечно, благоставлял в этих рассказах, являл Христа людям, и Павел наверняка слышал тоже разные рассказы, но удивительно, что он принял от самого Господа, и я ревную о том, чтобы христиане сегодня, вот миллионы-миллионы христиан, разные конфессии, динаминации, религии, традиции, юрисдикции, там, организация, там разные разделения, различные подразделения, разные ветви, многоветвистого такого древа, как вот как древо, да, и там много ветвей, много-много ветвей, Вот такое сегодня христианство, многоветвистое такое древо, и эти ветви, знаете ли, от этих ветвей еще веточки, ну как обычно на деревьях, да, вот, значит, и где-то ветви зеленые, там, такие, ну, приятно посмотреть, прям, вот, значит, все там зеленеет, цветет и пахнет, значит, где-то такие, так, сяк, где-то увядающие, там, значит, там завядающие, где-то надломленные, значит, и уже засохшие фактически, но даже на самых засохших, бывают, смотришь, зеленеет что-то там, что-то там, жизнь какая-то пробивается, думаешь, слава богу, жизнь побеждает, но, с другой стороны, даже на самой зеленеющей ветви, нет, нет, да, попадется там засохшее что-то там, значит, подсохшее, отваливающиеся, там, как это, там, допустим, там, листочек какой-то завядший, к чему это он завял, ну, кто его знает, то есть, трудно сказать, но, знаете, друзья, интересно, вот, действительно, спасение-то, но от Иисуса Христа, Он есть глаза, мы лишь ветви в этом винограднике Божьем, спасибо Господе за все, и вот, конечно, много разных традиций, обрядов, все, но самое главное, чтобы мы все, вот, приняли от Господа вот это откровение, отели крови Иисуса Христа, я верю в единство Церкви, не такое религиозно-политическое единство, а в истинное единство тела Иисуса Христа, единство в Духе Святом, единство в теле крови Иисуса Христа, да, да, мы можем, там, спорить, ругаться, там, значит, по, ну, в таком смысле, в хорошем смысле, спорить, там, должно быть между нами и всяким ересям, там, всяким разномыслием, будем так говорить, да, значит, и, в общем-то, в этих разномыслиях искусные вдруг в слове являются, братья, смотришь, так оно и есть, значит, и, и знаете, но, как бы мы там ни спорили между собой, какие бы мы там доктринами, значит, какие бы доктринами не придерживались, но я убежден, что спор спором, вот, значит, ну, как говорится, война войной, как говорится, обед по расписанию, вот, война войной, говорят в армии, да, но обед по расписанию, вот, на самом деле, так и есть, вот, значит, война войной, как говорится, спор спором, межхристианские споры всякие, они и будут, и были, и будут, и есть, и все. Но причастие, как говорится, обедня по расписанию, обед обедом. И я убежден, что характеристикой последнего времени пробуждения будет именно вот это как раз, евхаристическое пробуждение, евхаристическая экклезиология, понимание церкви, евхаристическая жизнь, пробуждение евхаристическое. То есть вместе христиане разные конфессии, динаминации, традиции, религии, юрисдикции, там прочее, 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 разных догматик, верующие в присуществление, неверующие в присуществление, верующие в символизме, верующие в троицу, верующие в двоицу, верующие в единицу. Там столько много учений, столько много, это я говорю, какие-то такие на слуху сейчас, придерживающие заповеди Божьих, или даже игнорирующие заповеди Божьи, беззаконники, которые признают такие, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живаго. То есть очень разные-разные люди, но рассуждающие о теле и крови Иисуса Христа. Тело одно и дело одно. И вот это причащение тела и крови Иисуса Христа в этом огромнейшее силище. По крайней мере, я как христианин это для себя постоянно отмечаю. Как христианин я для себя это и отмечал, и отмечаю, что в этом огромное силище. И потому что величайшее откровение Нового Завета – это Христос в нас, упование, славы. Аминь, аминь, аминь. Благодарю Тебя, Господь, этим добрым утром благоставляя великое имя Твое. Благодарю Тебя, Господь Божий, за Твое великое обновление сейчас, Господь Божий, реформацию Церкви Твоей, Божия, реформацию нашего сознания, Божия, нашей души обновления, Божия, слава Тебе. Потому что Церковь непрестанно обновляется в Господе Божий, потому что мы живые, потому что Ты живой, потому что мы не мертвые. Ты не мертвый, Господь, Ты живой Бог, и потому мы живы. Слава Тебе, Господь, Бог Всемогущий. Благословен Ты, Царь наш, благословен Бог наш, Царь наш, Владыка наш, Отец наш, Сущий на небесах. Да святится имя Твое, Да придет Царство Твое, Да будет воля Твоя, И на земле, как на небесах. Боже Всемогущий, Бог Авраама, Исаак и Якова, Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем ложникам нашим, О, Иегова, Бог Авраама, Сущий от века, Аллилуйя. Как Ты и говорил нам. Слава Тебе, Господь, открывшийся в Писаниях священных, открывающийся через Библию святую Твою, Боже, народу Твоему, Боже, слава Тебе, Господь. Да придет Царство Твое, действительно, Боже, слава Тебе, Твое Царство, Господь. И оно уже пришло, Господь, неприветным образом, но оно пришло уже, Господь, Боже, и распространяется, Боже, да придет Царство Твое во все сферы жизни, Господь, да придет Царство Твое, Господь, во все души людские, Господь, Боже, к сынам Твоим, Боже, к дочерям Твоим, Боже, милость Твоя, слава Тебе. Над народом Твоим, благоволение Твое, Господь, слава Тебе. Аллилуйя, слава, слава, слава и хвала, Господь. Благословен Бог наш, любящий Отец наш, благословен Царь наш, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас. Как с этим Ты не дашь и всего остального? Благословен Бог наш, любящий нас, любящий, слава Тебе, Господь, Царю небесный, утешителю Дух истины. Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизнеподателю. Ты пришел и вселился в нас, спасибо, Господи, и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Аллилуйя! Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, ныне, всегда, во веки веков. Аминь. Боже, Тебе благодарение за все, Господь, за это утро, за обновление милости Твоей, Господь. Благослови сегодня нас. Аминь. Благословляю сегодня всех вас, дорогие друзья, кто подключился к трансляции, подключается. Кто в записи потом будет смотреть эту трансляцию с утренней молитвы, с хлебопреломлением. Давайте совершим причастие сегодня Евхаристию, паки и паки, снова и снова, рассуждая, размышляя. Братья и сестры, вся наша жизнь это хлебопреломление, вся наша жизнь это таинство тела и крови Иисуса Христа. Потому что тело Христово это мы сегодня, потому что тело Христово оно здесь. Тело Христово это каждый верующий, возрожденный свыше человек. Независимо от его конфессии, динаминации, традиции, религии, юрисдикции, прочее, прочее, прочее. Религиозно-политических всех этих разделений масса, их было много и есть, много и будет еще много. До пришествия Господнего. Знаете ли, да я думаю, что и когда Господь вернется, мы все будем разными. Не будет такого казарменного царства Божьего, единообразия такого. Я не верю в единообразие такое, я верю, что действительно единомыслие, да, единомыслие, да, мы будем объединены разные, совершенно разные, с разной догматикой, с разными пониманиями, с разными видениями, но мы будем объединены одной любовью. И здесь, в этом причастии мы репетируем это единство, мы уже вкушаем это единение. Слава тебе Господь, благословен Де Царь наш. Я верую, аллилуйя, и совершаю это хлебопреломление. В православии мы называем хлебопреломление, называем Евхаристией, очень красивое слово. Евхаристия означает благодарение, восхваление, потому что Иисус, Иешуа, когда Он совершил, вот, как мы говорим, тайную вечерю, да, ту с учениками, с вами был тайный ужин такой был с учениками вместе, да, об этом Евангелие рассказывает нам, как раз удивительная история произошла тогда, да, слава Богу. И знаете, друзья, действительно, там рассказывается, что, ну, это была пасхальная вечеря, значит, и Иешуа совершил ее, получается, пораньше с учениками своими, чем весь основной Израиль. Ну, не весь Израиль, и Иесеи там совершали пораньше все это, то есть, как бы, такая уже традиция уже была определенная, снов света, будем договорить, вот, которые тяготились лицемерием религиозным, значит, там, и цезарь-папизмом тогдашним, будем договорить, иудаизм отступнического уже, по сути, во многом, к сожалению. Вот, религиозно-политическая такая закваска, это вот, Торисейская, Садукейская, Иродова, народ Божий очень сильно квасило уже, разлагало, уничтожало, и вот такие, там, крайние фракции, такие, как Зелоту, там, значит, и Иесея, они вот тяготились этим. Ну, а Иешуа, конечно, он вообще говорил, что царство его, оно не отвлекаси вообще, царство, оно свыше, аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Царь Вселенная. Аллилуйя. Вчера, кстати, занятие продолжал по эпплезиологии, тоже говорил как раз об этих вещах, да. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Царь Вселенная, спасибо, 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 спасибо. Да, братья, сестры, налейте себе соку виноградного, если нет сока, что есть налейте? Или даже просто воды, вот я обычно рекомендую просто даже воды, возьмите хлеба, какой есть, у меня все еще вот остатки халы, с шабатней, с субботы еще, вот, значит, и я так ее как бы так расцениваю на всю неделю фактически, эту халу. Вот, значит, и, знаете, вот, преломляю хлеб, беру хлеб, беру вот сок виноградный и благодарю Бога всемогущего. Самое главное, не качество вина и хлеба, причастие определяет, а причастие определяет истинное тело и крови Иисуса Христа, именно наше рассуждение, наше рассуждение. То, что входит в нас, оно не может нас осквернить или осветить, тем более. То, что исходит из нас, а что исходит сейчас, что должно, что должно исходить сейчас в этом таинстве из нашего сердца, наше рассуждение о тени крови Иисуса Христа. О том, что Господь Иисус Христос пролил свою кровь за всех, но лично за меня. Он умер за всех, но я понимаю и верую, что лично за меня Он умер на Голгофском кресте также. Лично за меня. И я принимаю эту жертву святую и благодарю Бога. Давайте скажем так, Бог Святой, Отец Небесный, благодарю Тебя за любовь Твою, благодарю Тебя за жертву Твою, за агнца Твоего, Иисуса Христа, кровью Которого мы искуплены от суетной жизни. Я искуплен кровью Иисуса Христа. Иисус Христос, Ты мой Господь, Спаситель, Целитель, Освободитель, и ни в ком, ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым я спасен, которым спасаюсь. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя, мой Царь и Бог. Благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое. Дух Святой, пусть это таинство совершится силою и действием Твоим, Господь, сегодня. Аминь. И скажем такие слова, взяв хлеб в свои руки, мы скажем так. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. Аминь. И поднимем чашу и скажем так. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам плод виноградной лозы. Аминь. Благодарю Тебя, Господь, за тело и кровь Твою, за таинство святое, что кровью Иисуса Христа я исцелен, я прощен, я благоставлен всеми благословениями небес. Через кровь святую Иисуса Христа, Спасителя моего, Господа моего, возлюбленного моего. Благодарю Тебя, Господь, и благоставляю великое имя Твое. Братья и сестры, тело Христово приимите. Источника бессмертия вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Святое святым, един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. 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 Спасибо, Иисус. Спасибо. Я рассуждаю о теле и крови Твоих. И очень-очень Тебя благодарю, Господи, за все, за все. Спасибо, Господи, спасибо. 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 Спасибо, Иисус. Кровью Иисуса Христа, чистого и непорочного Агнца, я искуплен вовеки, исцелен, благоставлен, лыхаем за жизнь, Господь. Ты отдал свою жизнь за мою жизнь, за жизнь всего человечества. Благодарю Тебя, Господь. Все народы, прославляйте Господа, все племена за тело и кровь Спасителя нашего. Кровью Иисуса Христа спасены мы. Бог во Христе примирил Собою весь мир, весь, весь, абсолютно весь. Без исключения, весь мир за жизнь мира. Аллилуйя. 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 Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо, спасибо, Господь, Царь Вселенной. Благодарю Тебя, Боже Всемогущий, за победу Твою. Благодарю Тебя, Господь, ибо так Ты возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, что верующий в Сына Твоего имеет жизнь. Я верую и имею жизнь вечную. Спасибо Тебе, Господь, за жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Дар Божий во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. За Голгофу, за кровь я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Царь. Благодарю Тебя, Иисус Христос, спаситель мой, брат мой, Господь мой, Царь. Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, утешитель мой, за все я благодарю. За все я благодарю. Аллилуйя. И здесь еще в сборнике песня. Вчера пел ее, сегодня ночью, или засветло еще, тоже пел ее. Там слова такие есть, красиво очень в этой песне. Красота Иисуса, светись во мне, Чистота и любовь проявись вполне. Дух любви огня оживил, оживил и меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Братья и сестры, Христос в нас, упование славы, самое величайшее таинство во вселенной. Слава Тебе, Господь, и оно свершилось, это таинство, две тысячи лет тому назад. И свершается по сей час во имя Господне, через Спасителя Иисуса Христа. Аллилуйя, таинство. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе за все. Аминь. Благоставляю вас благословением священников. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя. Да обратит, Господь, лицо Своё на Тебя, и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Боковрама Исаака Израиля, благослови народство миром. Призри, Господь, на виноградник сей, великий виноградарь, и благослови виноград сей. Да принесём плода много, и прославится имя Твое, Господь, в народах и племенах. Аминь. 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 И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа, пребудет со всеми нами. Аминь. Благословляю всех вас из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлёв. Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. О, спасибо, Господи, за всё. Сейчас еду на занятия. Вчера была очень хорошая молитва, служение. У них в семинарии каждое утро получается такое собрание молитвенное. Вот, значит, и вот оно чуть попозже начинается, в 9 начинается, да. Вот, а в 10 уже занятия начинаются в семинарии. Вот, сегодня продолжает тему экклезиология. Видео так и не успело выложить я, но, значит, даст Бог, вот на днях всё появится уже в сети. Постепенно, там поэтапно много накопилось видео, я их постепенно, как могу, выкладываю. Вот. Спасибо всем огромное за поддержку моего служения Господу. Молитвеную, финансовую поддержку, это очень важно. Вот, хочу напомнить, хочу напомнить, что здесь, в Украине, финансово вы можете участвовать в моём служении. Вот, пополняем мобильный номер, два даже номера. Вот, лайф, 093-55-999-21. Ещё раз повторяю, 093-55-999-21. Или же Киевстар, 096-96-266-75. Вот, и в России это МТС номер, там ещё Теледва еще есть. Ну, МТС 915-780-48-74. 915-780-48-74. Вот там все эти номера, они есть под этим видео. Вот, также номер карточки, этот, ну, Сбербанк России, в России. А здесь, в Украине, приват, он называется, да, банк. Пусть Бог благоставит вас, благоставляю. И молюсь сегодня также у всех, кто участвует в моём служении Господу, вот, молитвами и финансами, словом и делом. Это очень важно. Вот, благодаря вашему участию я, по милости Господне, продолжаю своё служение Господу. Аллилуйя, которому он меня призвал. Благоставляю всех вас во имя Господне. Боже всемогущий, благодарю Тебя, Господь, Боже, за всех и за вся. Благодарю Тебя, Господь, за всех, кто и в молитве, вот, и финансово участвует в моём служении Тебе, Боже. Боже, это действительно Твои финансы, Боже, которых распорядителями Ты нас назначаешь, людей. Кому-то доверяешь небольшие, кому-то большие, кому-то огромные эти финансы. Но, Господь, кому Ты больше даёшь, Твои больше и спрашиваешь, конечно. Боже, пусть каждый верующий, имея вот мудрость Твою, управляет теми финансами, которым Ты доверяешь Ему. Даже если это очень малые, но Ты очень внимательно смотришь, как вот на ту женщину Ты посмотрел внимательно, которая две лепты положила, всё пропитание своё, и Ты оценил её жертву, Господь. Благостови народ свой миром. Боже, и тем, кому Ты доверил большие, огромные финансы, Боже, позволь иметь действительно большое сердце, вот, значит, и правильно, мудро, имея мудрость Твою распоряжаться этими финансами. Во имя Христа Иисуса. Слава Тебе, Боже Всемогущий. Благостови народ свой, Боже, и финансовой грамотностью библейской, Боже, пусть Господь во всех сферах жизни будет действительно воцарение Тебя, Господь, Твоей милости, Боже, и благодати во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня у нас 6 сентября, вот, 18-й год по гражданскому календарю, вот, по библейскому счастливу, я сегодня хочу напомнить, сегодня 26-е уже число месяца Эллула, уже последние дни месяца завершающиеся, и хочу напомнить также, что Новомесячье в этот раз будет и Новым Годом. Так что скоро Новый Год, скоро Новый Год. Но обычно Новый Год, Ёлка, ассоциация такая в русскоязычном мире. Но в еврейском мире и, в общем-то, другие ассоциации. В Библии ассоциация с шафаром, потому что библейский праздник называется Йом Труа, праздник трубного зова. В народе еврейском обычно ассоциация, вот, яблоки с медом, значит, да, значит, это вот песни, тоже такие радостные пожелания сладкого Нового Года. Вот, от Адама, от Сотворения Мира, 5779 год приближается. И трансляцию, даст Бог, сделаю все ночную. Ну, вообще-то, планирую с 6 вечера до 6 утра проводить здесь молитву. В 12 часов будет молитвы, вот, значит, и постараюсь каждый час делать включение. С перерывом, там, 5-10 минут, чтобы видео обрабатывалось это. Вот, так что благословляю всех вас. Да, это ночь новогодняя, приближающаяся новолуния. Это будет у нас в этом году выпадает, ну, ночь на первой тишли, это всегда, значит, а в солнечном нашем гражданском календаре, это выпадает в этом году в ночь с воскресенья на вот этого, воскресенья на, извиняюсь, на понедельник. Значит, получается, значит, с 9 на 10 сентября. Вот так вот. Хорошо, друзья, благословляю всех вас, люблю, обнимаю, благословляю всех во имя Господне. Благословляю сейчас свою семью, супругу свою драгоценную, Инну Сергеевну, благословляю детишек наших, внучат. Благословляю во имя Господне ваши дома, родных и ближних, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Красота Иисуса святи.